приветствую всех на своем канале занятия для души вязания с натальей волковой сегодня я вам хочу показать и рассказать как сказать вот такой вот достаточно интересный и красивый капор капюшон с манишкой то есть вот у меня манишка вот такая вот данный капор он получился небольшой то есть он как раз по голове идет то есть не объемный вариант плюсы еще что очень удобно здесь на капоре соответственно есть вот такие вот фиксаторы то есть при желании при сильном морозе или ветре можно потянуть вот эти вот веревочки и тогда капор будет идеально сидеть на голове значит у меня получился вот такой вот капюшон с интересным вот хорошим закруглением вот здесь вот на макушке то еще мать и закругление я вывязывала именно в процессе работы все это я вам покажу как можно и нужно будет сделать полотно у меня получилось достаточно плотненьким несмотря на то что пряжа здесь я взяла не особо толстую то есть у меня идет на 50 грамм 150 метров но полотно именно на капюшоне получилось очень даже таким тепленьким и хорошим плотненьким плюс дополнительно я здесь вот взяла вот такой вот буклированную пряжу то есть как раз еще идет прикрытие ушек соответственно вот двойным вот этим вот отворотом то что здесь идет то есть буклированная пряжа она мало того что в принципе свою изюминку добавляет данному капуру капюшона плюс она еще и тепло достаточно хорошая дает но опять же это на ваше усмотрение какую я пряжу брала с какой пряжи вязала я вам все обязательно расскажу все подробно но если вам мало ли вдруг не понравился вариант с буклей или вы даже не найдете букле например в магазинах вашего города то есть вы можете просто-напросто сделать здесь обвязочку по такому же принципу как я вязала просто из такой же основной пряжи то есть у вас здесь просто будет резиночка то есть это тоже как вариант возможен и так а теперь что я еще хотела вам сказать здесь вот у меня по шее идет достаточно вот плотненько это такое вот полотно идет здесь я вязала в две нити как раз чтобы к шее все было хорошо все прикрывала и что было тепло здесь у меня идут пуговки четыре штучки то есть я подобрала такого цвета но вы соответственно можете подобрать под ваше усмотрение вот эти вот пуговки точно так же как и декор который я здесь он выполнил а то есть я его взяла под металл то есть вы при желании можете взять декор под цвет вашей пряжи опять же есть и вы найдете в в магазинах вашего города далее у меня вот идет вот такая вот манишка то есть манишка средней длины и в принципе я бы не сказала что она маленькая в общей сложности у меня манишка получилось где-то около 11 сантиметров этого в принципе вполне достаточно но опять же если вы вдруг решите манишку связать побольше и подлиннее чем вот этот вот у меня вариант то вам понадобится на один моток пряжи больше вот а со мной именно вот этой вот пряжи голубой с которой я вязала вам понадобится на моточек больше у меня на данный капор ушло 3 моточка но по 50 грамм это вот пряжа алана с альпакой она идет и один моточек 100 граммовый это вот пошло у меня букле как именно выглядит эта пряжа все я вам покажу соответственно от букле у меня пряжи осталось нормально достаточно я думаю что ее еще хватит на выполнение какого-либо изделия а соответственно алана вот пряжа 2 основная вот у меня от трех моточков вот буквально остался вот такой вот маленький моточек поэтому соответственно я и говорю что если вы вдруг захотите решить его связать манишку вот эту чуть-чуть побольше и подлиннее то вам соответственно придется брать на один моточек пряжи больше далее что я вам еще хочу сказать это по размерам данного капора потому что очень многих это естественно вопрос этот интересует размер данного капора небольшой то есть он идет прекрасно садится по голове то есть здесь у меня получается ширина данного капора 25 сантиметров то есть этого вполне достаточно вот так вот для головы и длина именно вот здесь вот длина от воротника соответственно который связан тоже также 25 сантиметров то есть опять же повторяюсь это вполне достаточно то есть капор небольшой не огромный специально сделан так чтобы соответственно он хорошо прикрывал уши и ничего не поддувала но в то же самое время ничего не стягивает то есть это вот основное что я вам хотела рассказать по данному капору еще единственно что я вам скажу это длина в общей сложности капора вместе с манишкой то есть многих часто возникает вопрос это 47 сантиметров то есть это длина общая длина всего соответственно изделие вместе с манишкой итак начинаем так для работы вам понадобится пряжа алана если вы с ней не работали то я вам сейчас расскажу это пряжа троицкой фабрики наша отечественная 150 метров 50 грамм 50 процентов альпака 25 процентов шерсти и 25 процентов акрила пряжа такая достаточно мягенькая приятная очень теплая я уже с нее вязала просто изделие поэтому знаю и и она с небольшим пушочком с таким так как у нее составе идет альпака но опять же если вы вдруг мало ли у себя не найдете именно такую пряжу такое она вполне может быть то есть вы можете подобрать альтернативную какую-либо пряжу с содержанием шерсти то есть с таким же метражом то есть где-то примерно 50 грамм 150 метров далее вам понадобится пряжи вот такая вот это у меня фирмы ализе астрак астрахан называется пряжа очень интересная такое вот букле букле такое длинненькая то есть не маленькая это букле в составе значит этой пряжи 12 процентов мохер 82 процента шерсти и 6 процентов нейлон то есть пряжа такая достаточно интересная она также немножко пушится потому что у нее в составе идет мохер то есть 100 грамм сейчас я вам скажу сколько метров 100 грамм 150 метров то есть вот такая вот пряжа но опять же если мало ли вдруг вы не найдете именно такую пряжу то есть вы можете подобрать любую буклированную пряжу единственное что желательно конечно чтобы она была хотя бы немножко в тон основного основной вот именно пряжи то есть у меня будет вот таким вот образом она совпадает в тон также мне вам понадобится пуговички так как данный капор он будет на пуговках то есть мне такие варианты они нравятся так как через голову когда надевается капор то все-таки как вам не не очень это удобно но опять же кому как нравится именно эта модель она будет с пуговками то есть у меня вот шесть пуговок в тон соответственно пряжи но вы можете подобрать пуговки так как посчитаете нужно далее вам понадобится пряжи такие вот спицы у меня это номер три с половиной я взяла небольшие спицы это чулочные но данной ситуации не принципиально вы можете взять как круговые если у вас есть наличие так и прямые то есть что у вас есть наличие и чем вы привыкли работать с чем вам удобнее работать далее вам понадобится спицы круговые номер троечка то есть у меня это вот такие вот спицы круговые на металлическом тросике но опять же в данной ситуации не принципиально вязать мы будем не по кругу поэтому вы можете взять обычные прямые спицы если они у вас есть наличие также вам понадобится вот такой вот крючочек это просто там для поднятия петель петель в процессе работы он может пригодиться также вам пригодятся маркеры для вязания там бирочки мало ли если кому-то нравится это уже чисто на ваше усмотрение и так начинаем и так для начала вам необходимо связать вот такую вот планочку я вязала ее обычной платочной вязкой платочная вязка кто не знает это когда лицевые изнаночные ряды вяжутся только лицевыми петлями спицы для этого я взяла номер три с половиной то есть вот такие вот спицы вязала я данную планку в две нити то есть вот я ее в две нити вязала так как эта планочка у нас пойдет по горловине то есть по шее поэтому я специально ее связала в две нити чтобы она была тепленькая планочка чтобы ничего не подувало и чтобы не было холодно значит я набрала 20 петель то есть вот у меня ширина планки 20 петель ширину у меня она получилась 11 сантиметров и в длину она у меня получилось 42 сантиметра то есть вот такая вот планочка но опять же вы должны учитывать тот факт что эту планку я вязала под свой размер под свое под свой объем шеи то есть вы со своей стороны прежде чем вязать эту планочку вы должны сделать замеры объем шеи соответственно и какая вам необходимо высота данной планки потому что у всех так сказать разные фигуры разные строения тела поэтому вы можете и необходимо по себе именно связать эту планочку то есть вы должны ее связать по обхвату шеи но при этом должны понимать что она не должна быть впритык так как хоть здесь и будет еще вязаться планочка для пуговичек но все равно если будет сильно поджимать вот это вот по шее планка будет не очень удобно и не очень комфортно также вы должны учитывать тот факт что есть вы например любители без ходить в зимний период вода лазочках то есть это тоже дает некоторый объем на шею то есть вы должны связать вот эту планочку соответственно достаточно свободненько чтобы вам ничего не поджимала и чтобы было комфортно также вы должны понимать что возможно вам например эта планка лучше и удобным не будет если вы ее сделаете поуже то есть это вы уже сами все должны регулировать как я уже сказала у меня здесь вот получается 20 петель 11 сантиметров у меня получилось высоту то есть я провязала вот такую планочку на длину 42 сантиметра как я уже сказала в 2 нити здесь закрыла все вот эти вот петельки вот они у меня закрыты нитья не отрывала и далее я буду вязать именно капор набирать петли вот здесь вот по краю для капора для этого я одну ниточку отрываю потому что я буду вязать данный капор в одну нить уже они в 2 нити беру крючочек в принципе здесь и без разницы какой размер первые три вот этих вот петельки то есть я буду делать набор вот поэтому краю вот по этим вот петелькам которые у меня идут первые три петельки я пропускаю потому что это просто будет как бы как вы понимаете вырез под голову вот здесь вот начнется вырез поэтому вот первые три петельки я пропустила в четвертую в дело петельку из 4 вот это вот петельки я начну именно набор петель каким образом я это буду делать то есть я беру спицы номер троечку как я вам говорила и начинаю набирать то есть в каждую вот эту петельку боковую я буду делать набор из трех петель каким образом вот я первую петельку сняла отдал ли я делаю накид и еще одну петельку набирая вот таким вот образом далее следующую опять одну петельку вытащила накид одну петельку принципе даже удобно без крючка но если кому будет не очень удобно то соответственно вы можете воспользоваться крючочком опять одну лицевую вытягиваете вот из этой боковой петельки накид еще одна лицевая далее петелька лицевая провязали накид и еще одна петелька то есть таким вот образом вы набираете петли не доходя вот до края здесь также 3 петли потому что это у нас пойдет вырез соответственно под горловину и так я сделала набор по краю как вам и показывала соответственно здесь в конце ряда я три последние вот этих вот петельки не делала по ним набор петелек и также я следующий ряд изнаночный провязала все петли изнаночные поэтому у меня вот с лицевой стороны получилось вот таким вот образом и далее я буду вязать основным узор узором узор этот несложный называется звездочки то им я буду вязать непосредственно сам капор то есть для начала первые три петельки я убавляю так как я думаю что вы поняли что это будет убавление для лица головы то есть вот так вот будет для лица будет здесь вот убавление которое потом будет обвязываться и далее мы вяжем основным узором он несложно вяжется следующим образом то есть я беру три петельки 3 петельки и при петельки и провязываю из них три петли следующая одна лицевая еще раз показываю более медленно то есть я вот беру три петельки провязываю из них одну лицевую накид и следующую еще раз лицевую то есть вот таким вот образом следующая одна лицевая далее я опять беру 3 петельки провязываю одну лицевую накид одну лицевую то есть вот таким вот образом следующая одна лицевая и далее опять же я провязываю из трех петель 3 1 лицевая таким образом я провязываю до конца ряда соответственно чередуя одну лицевую и из 3 3 и так я практически довязала до конца ряда у меня осталось тут немножечко совсем то есть я повторяю из 3 3 и одну лицевую из 3 3 и последние 3 петельки я просто провязываю лицевыми так как они соответственно будут убавляться в начале следующего ряда далее я поворачиваю полотно делаю убавление первых трех петель провязываю их таким вот образом так как это изнаночная сторона я делаю убавление изнаночными петельками но как бы изнаночными их убавляю и далее до конца ряда я буду вязать просто изнаночными петлями и так я практически довязала до конца ряда все петли изнаночные то есть каждый неотчетный ряд соответственно будет будет вязаться все петли изнаночные то есть вот у меня вот так вот получилось с изнаночной стороны вот таким вот образом у меня получилось в лицевой стороны узорчик получается достаточно такой плотненький ну в принципе на капоре он и должен быть плотненький чтобы в нем не было соответственно холодно далее я опять же делаю в начале ряда убавления то есть я провязываю теперь уже 2 убавляю 2 петельки то есть вот таким вот образом вот я сделала убавление 2 петелек и далее я буду вязать опять же по рисунку рисунок тут заключается в чем я вам сейчас покажу поближе то есть там где у вас вот была вот одна лицевая петля она теперь должна быть у вас посреди трех петель то есть вот эти вот первые три петельки из них я вижу соответственно из 3 3 то есть вот таким вот образом следующую я провязываю просто лицевую далее опять вот видите вот лицевая у нас шла которую мы просто вязали лицевой то есть она теперь у меня получается 2 вот здесь вот из 3 3 я сейчас буду вязать то есть точно также я беру 3 петельки и соответственно провязываю лицевая накид лицевая то есть вот таким вот образом следующее просто лицевая и таким образом я буду довязывать до конца ряда итак я провязала практически до конца ряда чередуя из 3 3 и одну лицевую петлю соответственно последних пару петелек я просто провязываю лицевыми так как они у меня будут убавляться начале следующего соответственно ряда то есть поворачиваю я ряд полотно поворачиваю и первые две петельки я соответственно убавляю то есть вот таким вот образом я сделала убавление далее я до конца ряда вяжу все петли изнаночные то есть как вы поняли всегда каждый четный ряд вяжется изнаночными петлями далее соответственно следующий ряд я буду найти вы начинаете вязать узор начиная с первого ряда который я вам показывала если вы не очень поняли как вяжется данный узор у меня есть еще дополнительно подробное видео мастер-класс которым я показываю наглядно как он вяжется на меньшем участке петель и возможно вам будет поудобнее так посмотреть ссылочку на данное видео мк я обязательно оставлю вам в описании то есть если вы не поняли как вяжется данный узор вы сможете ознакомиться с ним дополнительно то есть далее по такому же принципу как я вам показала я буду вязать на высоту капора то есть на высоту капора я это все свяжу здесь я еще в начале ряда сделаю два раза убавления по 2 петли то есть как я вам показывала то есть всего у меня получится что вот я убавила первые три петли потом две петли я убавила и еще два раза я сделаю убавление по 2 петли и далее я буду вязать соответственно основным вот этим вот узором на высоту капора все это сделаю за кадром покажу вам конечный результат и я объясню как дальше что мы будем с которым я провязала еще немного полотно то есть у меня получилось вот таким вот образом данное полотно я немножко так совсем слегонца отпарила поэтому это у меня уже отпаренный вариант что от себя могу сказать несмотря на то что ниточка не толстая то есть это получается 300 метров на 100 грамм полотно получилось достаточно плотненьким то есть я не скажу что она тонкая я думаю что будет достаточно тепленьким значит дальше что я хотела бы сказать на высоте это вот у меня 13 звездочка от низа соответственно то есть по длине это получается у меня где-то примерно 10 с половиной сантиметров от начала от набора петелек где я их набрала я сделала прибавление по одной петельки в начале и в конце ряда соответственно вот получается на 13 вот этой вот звездочки потом на 15 звездочки то есть через одну звездочку и на 17 звездочки соответственно я сделала прибавление по одной петельки то есть это получалось получилось что я прибавила вот здесь вот всего три петли петли и соответственно с обратной стороны здесь я также прибавила 3 петли то есть это я специально сделала чтобы капор был немножко как бы поудобней соответственно здесь я напоминаю самом начале я сделала убавки то есть три петли 2 2 и 2 то есть соответственно в начале этого ряда и с изнаночной стороны в начале каждого ряда я также сделала убавление и далее соответственно я хочу начать убавлять вот серии середины данного капора то есть вот он у меня вот таким вот образом выглядит в сложном состоянии то есть напополам и здесь я решила что начну делать убавление то есть вот со стороны вот здесь макушки чтобы не зашивать вот именно как я делала в синем капоре я там сшивала немножечко но здесь полотно получилось мне кажется немножко поплотнее чтобы не было грубым то есть я буду делать убавление вот здесь вот посередке для плавного соответственно способу действует чтобы был плавный у меня скос посреди данного капора каким образом я буду делать значит вот у меня кстати забыла сказать вот такой вот моточек это остался от 2 вот такой вот на . остался от 2 мотка пряжи то есть я уже начала вязать 2 моток значит для начала мне необходимо довязать до середины полотна то есть я здесь специально поставила маркер то есть это у меня половина работы соответственно мне нужно довязать вот до этой части основным узором и так я провязала практически до середины ряда то есть вот у меня стоит здесь маркер соответственно провязываю одну лицевую здесь петлю это по рисунку я думаю что если вы уже провяжите какой-то участок работы вы поймете как вяжется данный рисунок и далее вот по центру мне нужно сделать убавление то есть каким образом я делаю я беру получается 7 петель то есть вот они этих 7 петель 7 петель вот я их набрала 7 петель вот здесь вот посередке и провязываю из них три то есть вот один два три то есть вот я из 7 петель я провязала 3 петли то есть таким образом я сделала убавление 4 петель так как из 7 до 3 я провязала 3 петли провязала и далее я вижу обычно соответственно как я вязала то есть вот таким вот образом я вижу до конца ряда соответственно следующий четный ряд вяжется все петли изнаночными потом каким образом я буду делать убавление я буду убавлять вот эти вот петельки через одну вот вот эту вот звездочку то есть вот в этом ряду я соответственно сделала убавление из 7 3 я провязала следующий ряд нечетный получается я буду вязать обычно по рисунку соответственно вот как здесь идет рисунок я так и буду вязать и только через вот следующую вот эту вот звездочку я буду опять делать убавление посреди данного капюшона по такому принципу как я вам показала то есть я провяжу какой-то участок работы покажу вам что у меня получилось и и более наглядно вам уже объясню каким образом я делала убавление так я довязала практически капюшон то есть вот он не получился вот таким вот образом так вот такой вот капюшончик у меня получился как я уже сказала полотно достаточно плотненькая то есть капюшончик будет теплый значит по длине он у меня получился данный капюшон сейчас я скажу по длине он у меня получился 25 сантиметров в длину он получился 24 сантиметра он у меня получился в ширину это без обвязки то есть обвязки еще пока что здесь нет 24 сантиметра то есть вот здесь соответственно сзади я сделала закругление вот таким вот образом сейчас я вам более подробно расскажу каким образом я делала этим закругление значит на высоте 14 сантиметров от соответственно нашей планки я сделала первое убавление вот вот она это первое убавление как я и показала то есть из 7 петель я провязала 3 петли таким образом я убавила 4 петли процессе работы я поняла чтобы соответственно красиво шел рисунок чтобы он не сбивался следующий вот вот эти вот убавления нужно делать не через одну вот эту вот звездочку а через 2 то есть я провязала следующие две вот этих вот звездочки без убавления просто по рисунку я провязала и соответственно следующее вот убавление я сделала через две провязанные звездочки то есть вот у меня идет убавление следующие то есть как видите на самом рисунке это практически незаметно и в глаза но никак не бросается то что у вас здесь по рисунку шли убавления то есть таким образом я сделала вот одно убавление второе убавление и третье убавление я сделала третье убавление 4 да то есть в общей сложности я сделала четыре раза убавление 123 и вот оно 4 убавление и далее я делала еще три раза убавления по такому же принципу как я и показывала то есть в следующем каждом ряду то есть вот я сделала убавление то есть следующие звездочки вязала соответственно я опять сделала из 7 петель 3 провязала потом следующий вот я вязала опять я провязала 7 петель 3 и вот третий раз соответственно я также сделала убавление соответственно вот когда у меня уже закончились убавления разделила все петли которые у меня были на спицы поровну на две спицы то есть вот таким вот образом я разделила и сейчас я буду делать убавление покажу вам каким образом я буду соединять этих две части соответственно то есть вот я беру изнанкой к себе я повернула опять же что от себя хочу сказать если вы мало ли вдруг хотите чтобы у вас был этот капюшончик немножко по длине и посвободнее то есть вы соответственно просто можете еще провязать там где не знаю три четыре ряда но там четные получается 46 рядов то есть на свое усмотрение таким образом у вас будет капюшон немного по длине и то есть это вы уже смотрите как вам лучше как вам удобнее будет потом носки то есть вот таким вот образом я повернула две спицы лицо у меня внутри получается и сейчас я буду делать убавление то есть я беру одну петельку с одной спицы вторую петельку со второй спицы и провязываю их вместе одну вторую петельку взяла и провязала вот таким вот образом вместе 3 петли то есть таким вот образом я делаю убавление при этом смотрите чтобы у вас спицы со спицы ничего не соскальзывалось то есть таким образом я буду делать убавление и буду убирать все петли до конца ряда и так я соединила две половинки как я вам и показала то есть у меня вот получилось вот таким вот образом это у меня выглядит с лицевой стороны как вы видите здесь макушка имеет достаточно аккуратненько и вот такой вот закругление опять же это потому что я немного отпарила данное полотно потому что в процессе сшивания здесь у меня получилось все равно и как бы не очень так вот ровно но после отпаривания вот как вы видите у меня макушечка получилось аккуратненько и вот такая вот закругление причем это закругление без я бы так сказал ушивание вот вот этого вот уголка то вот таким вот образом у меня выглядит с лицевой стороны вот таким вот образом у меня выглядит все с изнаночной стороны естественно ниточки потом в процессе уже окончательном работы все эти ниточки будут убраны то есть вот как вот вы здесь видите с изнаночной стороны у меня абсолютно ничего здесь не ушивалась то есть вот я просто закрыла как вам показала и здесь вот такая вот у меня макушечка получилось в результате и так следующее что необходимо будет сделать это соответственно набрать петлю вот по этому краю для обвязки обвязку я буду в обвязку вас в эту основную вот ниточку которой я вязала я буду добавлять вот такой вот буклированную пряжу в том соответственно основной пряжи то есть я думаю что оно должно смотреться достаточно красиво если будет вот такая вот достаточно интересная обвязка то есть каким образом я это буду делать то есть я беру пока на именно на тот момент когда я буду набирать петли я беру только основную нашу нить вот эту букле я пока не добавляю потому что с такой пряжи будет достаточно трудно набирать соответственно петли поэтому именно первый ряд при наборе петель я буду брать обычную ниточку эту беру соответственно крючочек на закрепляю данную пряжу таким вот образом поворачиваю полотно изнанкой к себе то есть набирать я буду петли по изнаночной стороне так так как это потом будет вот так отворачиваться и по лицевой стороне будет эта планочка фиксироваться и пришиваться поэтому соответственно изнанка к себе соответственно для обвязки я все-таки взяла спицы немножко потолще то есть это у меня четверочка так как тут все-таки будет идти на двойная пряжа в две нити и соответственно не нужно чтобы она была очень и очень толсто и грубо поэтому я взяла спицы чуть-чуть потолще и набираю вот таким вот образом то есть вот у меня первые 3 петельки это соответственно там где мы не провязывали вообще не набирали петли то есть вот я беру первую петлю вторую петлю и вот таким вот образом я беру третью петлю вот 3 петельки я набрала потом по ходу работы вот таким вот образом я делаю набор то есть вот здесь у нас было убавление трех петелек для лица вот получается 123 я набрала петельки потом следующие вот у нас было 2 петельки убавления то есть я соответственно вот беру 2 петельки вот вот этих вот набираю вот так вот потом следующие еще было 2 петельки то есть я их тоже вот здесь вот вот набираю все я на вот набираю по краю крючочком и вот еще было у нас 2 петельки убавления то есть вот я их тоже набрала и теперь соответственно я вышла на уровень где вот тут просто вот эти крайние петельки то есть каким образом я буду делать здесь набор то есть я вот беру одну петельку вот с одной половинки потом как бы беру отсюда и отсюда одну вот так вот петельку делаю еще вот петлю и вот отсюда я еще делаю его 3 петельку то есть у меня получается что вот с этих вот двух боковых петель у меня получается в наборе 3 петли то есть каким образом еще раз поближе покажу то есть вот одну петельку я вытянула далее я беру здесь здесь я набираю вторую петельку и вот здесь вот я беру третью петлю и таким вот образом соответственно я делаю набор до конца то есть еще раз вам покажу что было более наглядно одну петельку отсюда вторую петельку вот так вот я беру и третья петелька отсюда то есть вот таким вот образом я делаю набор петель вот дохожу до шва и соответственно вот здесь вот я делаю набор здесь я буду делать набор как я вам показывал то есть одна вторая петля набирается еще раз две петли еще раз две петли здесь три петель здесь также три петли я буду набирать то есть вот это все сделаю за кадром покажу вам конечный результат и объясню что дальше будем делать так я набрала петли как вам и показывала то есть вот у меня получилось вот таким вот образом вот у меня набор петель сделан и теперь я буду вязать резинкой 2 на 2 то есть я думаю что принципе многие в основном все знают что такое резинка 2 на 2 это вы соответственно вяжите 2 лицевые 2 изнаночные в следующем ряду вы вяжете по рисунку то есть соответственно как у вас выглядит рисунок также 2 лицевые 2 изнаночные и так теперь я вот буду добавлять соответственно вот это вот буклированную ниточку сейчас ее уже будет нормально удобно вязать соответственно первое у меня кромочная петля и далее я вижу две лицевые 2 изнаночные то есть таким вот образом я буду вязать резиночку где-то на высоту сантиметра 4 4 с половиной то есть процессе работы я уже посмотрю как лучше будет она смотреться и соответственно покажу вам результат что у меня получилось объясню что будем дальше делать и не забываем что на этой резиночке нужно будет с двух сторон сделать две дырочки это будет сделано для того чтобы вовнутрь можно было соответственно в дети веревочку с фиксаторами чтобы можно было при необходимости подтягивать данный капюшончик то есть все это сделаю за кадром покажу вам конечный результат и объясню что будем дальше делать и так за кадром я провязала планочку напоминаю что эту планочку я вязала из двух ниточек это основная нить и и плюс буклированная ниточка то есть вот у меня получилось вот таким вот образом в общей сложности я провязала где-то примерно 12 рядов примерно почему потому что в буклированной пряжи очень трудно точно считать ряды но у меня это получилось где-то на высоту сейчас я вам скажу в общей сложности в районе 6 сантиметров то есть вот у меня получилось это планочка последний ряд я провязала на основной только пряжей то есть вот этой вот буклей я убрала то есть чтобы последний ряд у меня петельки более-менее были видны то есть вот как в данной ситуации и далее я провязала еще несколько рядов любой другой пряжи то есть это не принципиально какая у вас будет пряжа вот даже можете вязать с остатков потому что вот у меня здесь не хватило чуть-чуть ниточек для закрытия взяла другую пряжу закрыла это все потом будет распускаться поэтому вы можете взять любую пряжу единственно что я рекомендую со своей стороны это взять контрастную пряжу чтобы было четко видно где у вас переход соответственно от основной пряжи как у меня здесь и и соответственно вот то что вот дальше был вязались несколько рядов другой пряжи далее следующее что необходимо будет сделать это приметать вот эту вот планочку к варек капюшону для этого соответственно я беру иголочку вы можете взять любую другую иголку как вам будет удобно пластиковые есть металлические у кого что есть в наличии и соответственно буду приметывать сейчас вот эту планку что потом ее пришить аккуратненько со своей стороны я также рекомендую данную планку начинать приметывать от середины чтобы у вас не получилось перекоса соответственно вот изделия да кстати забыла сказать что где-то вот на расстоянии сантиметра от начала работы сантиметра с небольшим я сделала вот такие вот две дырочки то есть в начале ряда и в конце ряда соответственно вот у меня вот этих вот две дырочки дырочки я делала я думаю что вы знаете как делаются дырочки это за вот она здесь вот ее не заметно с этой стороны вот она дырочка тоже вот она идет просто незаметного букле то есть эти дырочки я сделала для того чтобы потом вдеть сюда веревочку и зафиксировать фиксатором чтобы можно было при желании соответственно подтягивать данный воротник то есть это тоже необходимо будет сделать то есть вот я взяла по центру вот эту вот планку и просто ее вот таким вот образом я приметываю сначала я приметываю одну половинку почему я взяла по центру потому что вот с этой стороны вот где вот у нас от идет вот эта планка вот эту сторону нужно будет немножко потом вот так вот подтянуть чтобы вот вот таким вот образом была пришита планочка то есть если начать приметывать с одной из какой-то стороны например сначала вас может результате пойти небольшой перекос в приметывание данной планки поэтому лучше начинать это делать от середины то есть начали одну половинку приметали потом соответственно вторую половинку приметали так вот здесь вот я уже почти вот так вот приметала эту планочку поэтому с этой части где-то с 3 я буду ее немножко вот подтягивать по этой стороне по этой стороне вот так вот буду подтягивать чтобы соответственно прикрыть вот вот эту вот часть чтобы соединить вот так вот и и так вот я принятого соответственно одну половинку зафиксировала ее вот у меня так вот аккуратненько она получилась вот таким вот образом с этой стороны но получилось вот так вот у меня соответственно потом этот ряд он все это пряжа распустится я думаю что с присбирать она вот здесь вот она в результате не будет и теперь соответственно я беру вторую половинку и приметывая ее уже сначала работы то есть вот с этой стороны я вот так вот и и здесь делаем и вот приметывая с этой стороны вот я практически все приметала осталось совсем немножко вот у меня получилось вот такая вот аккуратненькая приметка за счет того что соответственно пример приметывать я стала с серединой вот этого капюшона то здесь мне ничего не перекосилась следующее что необходимо будет сделать это соответственно аккуратненько решить вот эту вот планочку каким образом я это буду делать соответственно я беру иголочку здесь при закрытии не при закрытии а именно когда я начинала вязать вот другую другим цветом пряжи я оставила вот немножко пряжи основного цвета и теперь я буду все это пришивать аккуратненько то есть кропотливая такая достаточно работа но нужно быть внимательными потому что если вы где-то пропустите петельку не прошьете ее она может у вас начаться начать распускаться и вот теперь смотрите видите вот у меня идет четкое разграничение где у меня основная нить и где у меня дополнительно нить которую я провязываю и обычным швом вперед иголкой я вот таким вот образом начинаю пришивать соответственно вот эту планочку с вот таким вот образом вот так вот аккуратненько я это все буду делать за счет того что я последний ряд провязала без букле то есть это тот последний ряд он все-таки немножко получше виден то есть вот здесь вот если вы провяжите его с буклет у вас букле это будет мешаться когда вы будете соответственно пришивать то есть будет закрывать вид таким образом я буду я прошью до конца вот этого вот капюшона то есть вот так вот я все это прошью и покажу вам что мы дальше будем так я пришила за кадром планочку то есть вот у меня вот так вот получилось лицевой стороны вот таким вот образом вот шевчик у меня получился с изнаночной стороны потом в дальнейшем можно будет вот с изнаночной стороны совсем совсем слегонца отпарить то есть опять же не прикладывая утюг а а чисто отдать паром чтобы вот этого часть она не была настолько как бы толстая то есть она будет немножечко помягче и будет более аккуратный далее что необходимо будет сделать это соответственно убираем наметки которые делали наметки убираем и далее соответственно будем распускать вот вот эту вот нить дополнительного цвета почему я и говорила что пряжа из которой вы это будете делать это не принципиально потому что она будет потом убираться и соответственно она все равно не нужно нам будет это пряжа так вот распускаем вот это вот все и самое главное это будет аккуратненько распускать последний ряд там где соответственно пришивали планку потому что бывает такое что иголкой можно зацепить эту основную нить дополнительную не так и вот таким вот образом аккуратненько вот здесь вот распускаем чтоб нигде ничего у нас не было зацеплено то есть в принципе все идет хорошо все нормально распускание ниточку тут все это убираем все вот таким вот образом у меня получилось соответственно то есть как видите достаточно аккуратненький вот такой вот вариант планочки вот так вот здесь у меня идет потом я и в дену сюда вовнутрь еще веревочку для подтягивания здесь ничего не собирает то есть все достаточно хорошо пришлось обязательно смотрим внимательно перепроверяем вот эти вот первые петельки то есть в начале и в конце ряда обязательно лучше их перепроверить потому что такое бывает иногда что вот эти вот петельки самом начале самом конце они могут как бы вылететь у вас с работы то есть чтобы не получилось что у вас что-то распускается то есть нужно внимательно это все посмотреть но вроде бы как все нормально и так планочку пришили уже следующее что необходимо будет сделать это соответственно набрать петли по второму краю вот этой вот планки которые у нас по шее для того чтобы связать небольшую манишку то есть каким образом я это буду сделать вот у меня остался вот такой вот моточек пряжи это уже третий моток пряжи и вот конечно хотелось бы уложиться в этот моток пряжи чтобы не пришлось дополнительно брать пряжи 4 модель этого я взяла крючочек соответственно фиксирую здесь с краю пряжу вязать я манишку буду в одну нить потому что в принципе она очень очень толстая не нужно и периодически буду увязывать вот вот эту буклированную пряжу для декора на манишку я взяла спицы немножко потолще потому что вот я вязала более тонкими спицами сам капюшон он у меня получился достаточно таким плотненьким тепленьким но для капюшона это как бы нормально а для манишки я так думаю что ее можно сделать немножечко потоньше то есть очень толстую не особо нужно делать манишку так и каким образом я буду делать набор то есть я беру спицы это у меня номер четверка и вот по краю вот вот этим вот по краю планочки я буду делать набор только каким образом вот беру одну петельку и потом беру вторую петельку и дальше одна петелька 2 петелька то есть вот таким вот образом я буду делать набор по всему краю то есть если мы для капюшона делали набор немножечко побольше то есть из одной вот этой вот петельки провязывали три петли так как там немножечко другой был узор который требует большего количества петель то есть здесь я из одной вот этой вот петельки набираю две петли то есть таким образом я наберу петли до конца этой планки это получается вот до сюда и провяжу следующий ряд это получается у нас изнаночный ряд все петли изнаночными а дальше вам покажу каким образом я буду распределять соответственно петли для работы каким образом я буду делать прибавки и какой вязкой я буду вязать данную манишку я набрала петли как вам показывала то есть из каждой вот этой боковой петельки я делала две петли всего у меня в общей сложности получилось 108 петель набора но опять же от тебя могу сказать что у вас может быть другое количество петель так как как я уже в начале видео говорила вот эту вот планку нужно все таки делать по размеру своей шеи соответственно чтобы вам было удобно и комфортно то есть каким образом я распределяла соответственно петли так как у вас может быть опять же повторяюсь другое количество петель то есть вот у меня на моем примере у меня получилось 108 петель в наборе от этих 108 петель я соответственно вышла 4 петельки то есть по этим четырем петлям я буду делать прибавки соответственно для реглана чтобы шло расширение данной манишки и оставшиеся петли я разделила на 4 части то есть у меня получилось 26 то есть вы свою очередь точно также из вашего количества петель вы вычитаете 4 петельки по нему у вас будут эти прибавления а оставшееся количество петель вы делите на четыре части если вы вдруг видите что ваше количество петель она не делится по каким-либо ну там остаток остается небольшой значит вы просто можете в процессе первых рядов убавить несколько некоторое количество петель для того чтобы у вас было именно делилась остаток делился на четыре так как у меня вот получилось что оставшиеся количество петель я разделила на 4 у меня получилось 26 то есть расстояние между каждой вот этой вот петелькой в которой будут идти прибавления у меня 26 петель и плюс спереди я этих 26 петель разделила на 2 части так как у меня спереди будет еще планочка эти у меня получилось 13 петель то есть в результате у меня получилось вот я провязала немножко 13 петель вот я провязала в начале соответственно работы далее из следующей петельки я провязала из 1 3 то есть каким образом я сделала это я провязала 1 лицевая накид лицевая то есть таким образом я прибавила как бы 2 петельки далее соответственно я провязала следующие 26 петель и следующую вот эту вот петельку я также сделала прибавление из 1 3 провязала и таким вот образом я сделала вот дальше 26 петель провязала вот у меня прибавление из 1 3 следующие 26 петель провязала вот у меня убавление из 1 прибавление 1 3 и соответственно вот крайне у меня получилось 13 петель то есть вот таким вот образом я делала распределение петель для вязания манишки то есть и дальше я решила я провязала таким вот образом получается два ряда то есть вот первых два ряда прибавления вот и эти я буду делать только в каждом нечетном ряду то есть каждый изнаночный ряд я буду провязывать по рисунку без соответственно прибавлений далее я решила немножко сделать как бы небольшой такой несложный узорчик для того чтобы освежить немножко эту манишку это соответственно просто дырочки решила сделать то есть каким образом я это буду делать одна лицевую вот первую я кромочную снимаю следующая лицевая далее вяжу следующим образом накид 2 вместе лицевой провязывая с наклоном влево накид 2 вместе лицевой с наклоном влево накид опять же 2 вместе лицевой накид 2 вместе лицевой и вот таким вот образом соответственно я провязываю вот у меня уже получается что все здесь рисунок закончился то есть вот таким вот образом у меня получились дырочки и вот дальше мы видим что мы дошли до места где делаются прибавления то есть далее я провязываю 2 петельки просто лицевыми и из 2 петельки вот здесь вот в которых мы вязали за 1 3 то есть вот вторая петелька из нее я провязываю из 1 3 то есть вот таким вот образом далее 2 лицевые я провязала то есть вот я опять сделала здесь вот при бабочки и далее опять я делаю несложные вот вот эти вот узорчик то есть накиды вместе лицевой с наклоном влево опять же накид 2 вместе и таким вот образом я провязываю соответственно до следующей прибавки там где у нас будет идти следующая прибавка сейчас я дойду там покажу вам дальше уже буду вязать за кадром то есть вот я уже практически дошла до места где у меня следующая прибавка то есть узорчик не сложно еще раз повторяю накиды вместе лицевой с наклоном влево то есть несложный абсолютно узор то есть вот получается я опять дошла до места где делала прибавки то есть делаю 2 лицевые здесь и из петельки которые посерединке я провязываю из 1 3 то есть вот таким вот образом и дальше опять же я буду вязать по такому же принципу как я вам и показывала то есть таким образом я довяжу до конца ряда соответственно делая при бабочки в тех местах где я вам показала то есть если вам поудобнее так будет делать то есть вы можете в этих петельках которых будут прибавки поставить по маркеру для вязания чтобы он более наглядно будет смотреть чтобы соответственно вы не искали каждый раз эту петельку таким образом я довяжу до конца ряда следующий четный ряд я провяжу все петли изнаночными то есть по рисунку вот видите опять его дошла до петельки где у меня прибавление соответственно то есть две лицевые делаю и из одной три я провязываем то есть таким образом я довяжу до конца ряда следующий ряд я вижу все петли изнаночные и следующие два ряда я просто вижу чулочной вязкой то есть лицевой ряд это лицевые петли изнаночный ряд изнаночные петли и далее я возьму буклированную пряжу и буду добавлять ее то есть это я вам покажу дополнительно еще так я провязала уже практически до конца манишку в данном к паре то есть она у меня получилось вот таким вот образом сейчас я вам расскажу как я ее вязала то есть соответственно как вязать вот этот вот ряд с декоративными дырочками я это все подробно рассказала соответственно следующие два ряда вот они у меня были провязаны просто чулочной вязкой прибавление я здесь делала как и объясняла соответственно да до этого как я делала убавление далее я взяла буклированную пряжу и в одну нить то есть я не добавляла еще основной нить в одну нить букле взяла и провязала 4 ряда чулочной вязкой то есть соответственно лицевой ряд это лицевые петли изнаночный ряд это изнаночные петли прибавление вот здесь вот когда я вязала именно буквированный вот этой вот пряжей я не делала прибавлений соответственно и вторую вот эту вот счастье с дырочками я сделала по такому же принципу как и первую то есть соответственно это я провязала здесь первых 4 ряда обычная чулочной вязкой вот здесь вот я делала прибавление как соответственно я показываю изначально то есть из одной петельки я провязывала 3 петли в каждом нечетном ряду четные все ряды я вязала по рисунку то есть изнаночными петлями дырочки я сделала вот вот эти по такому же принципу как я сделала дырочки и вот в этой части соответственно манишки далее после этого я провязала два ряда чулочной вязкой и остальные четыре ряда вот они у меня крайне это я провязала на букле в одну ниточку прибавление я вот здесь вот не делала соответственно там где я вязала букле вот у меня получилось в результате вот такая вот манишка то есть она одинаковая идет по длине и спереди и сзади и соответственно на плечах то есть я не делала здесь дополнительно вот не удлиняла спереди потому что в принципе так она будет достаточно хорошо смотреться по длине и она у меня это манишка получилось в районе где-то 11 11 с половиной сантиметров в принципе я считаю что этой длины вполне достаточно но если вы вдруг мало ли считаете что вам этой длины маловато то есть вы хотите чтобы манишка у вас было подлиннее то тогда по такому же принципу как я объясняла вы можете связать еще вот дополнительный вот такой вот сектор то есть соответственно вот как здесь вот еще вот такой вот сектор и и таким образом удлинить соответственно данную манишку но от себя я что хочу сказать у меня как всегда конечно не так осталось притык то есть вот вот этот вот моточек у меня остался от 3 мотка пряжи по 50 грамма ланы как я вам говорила и соответственно вот этот вот моточек пряжи я специально оставила для того чтобы сделать вот здесь вот обвязать вот здесь вот сделать планочку под пуговицы вот здесь вот у меня пойдет с одной и соответственно с другой стороны то есть вот я оставила такой моточек пряжи я думаю что его должно хватить поэтому соответственно если вы вдруг решите сделать подлиннее данную манишку я боюсь что вам придется докупать 4 моточек пряжи аланы то есть вот этой которую я показывала букле хватит то есть букле от 100 граммового моточка у меня еще осталось я думаю что еще практически на какое-нибудь изделие от декорировать его задекорировать а вот вот этой вот пряжи боюсь что еще на один сектор может не хватить поэтому соответственно имейте это ввиду будете удлинять манишку значит возможно вам понадобится больше пряжи то есть вот таким вот образом в результате у меня все это получилось также дополнительно я связала вот такую вот веревочку веревочку я вязала в две нити то есть это я взяла основную пряжу и соответственно букле и связала крючочком номер три с половиной цепочку из воздушных петель всего у меня здесь 120 петель я специально не стала делать очень длинные вот вот эту вот веревочку потому что в принципе она еще у меня будет фиксироваться здесь на фиксаторах здесь вот то есть фиксаторы я взяла вот такие вот два соответственно фиксатора и два наконечника они у меня идут под металл вы соответственно свою очередь можете подобрать фиксаторы наконечники какие посчитаете нужным если вы найдете в тон своей пряжи то будет замечательно то есть это уже как декорирование любого изделия это чистое уже идет на ваше усмотрение потому что я конечно не совсем понимаю ситуации когда начинают вязальщица говорить вот я бы сделала вот так вот а я бы сделала вот так вот я бы что-то по-другому исправила или там другого цвета сделала это все на ваше усмотрение декор идет на усмотрение соответственно того кто делает то есть вы можете брать все что вам больше понравится соответственно то есть теперь соответственно я беру вот эту вот веревочку у меня булавка и вот здесь вот дырочки которые делали самом начале то есть их еще нужно найти потому что в букле это не особо видно не особо заметно и соответственно сюда я продеваю вот вот эту вот веревочку которую которая была связана соответственно делаем это все аккуратно чтобы не уколоться на иголку итак я уже практически протянула вот вот эту вот веревочку здесь еще дырочку с обратной стороны соответственно и так я протянула практически до конца вот эту вот уже веревочку вот у меня дырочка с обратной стороны соответственно явные все это вытаскиваю вот таким вот образом у меня получилось и соответственно теперь я вдеваю сюда фиксаторы надеваю вот они можно сделать это при помощи крючочка потому что иногда бывает проблематично протянуть то есть вот таким вот образом я делаю и вот продеваю я фиксатор с одной стороны соответственно продеваю фиксатор и с другой стороны продеваю фиксатор фиксаторы на капорах мне все-таки достаточно нравится потому что можно потянуть зафиксировать и не надо на не на какие узелочки там завязывать она достаточно все хорошо держится и так вот я делаю фиксатор вот он у меня получился вот таким вот образом теперь осталось только соответственно сделать надеть наконечники то есть каким образом можно тоже взять крючочек наоборот вот так вот надеваете и протягиваете сюда соответственно веревочку краешек здесь я завязываю на двойной узелок чтобы не соскочил наконечник этот таким вот образом остатки не так отрезаются и наконечник таким вот образом дырочка великовато ну вот так вот вот так вот сделала вот наконечник у меня получился вот таким вот образом надеты по такому же принципу я надеваю наконечник с обратной стороны и второй наконечник вот я сделала соответственно с обратной стороны тоже самое и наконечник вот у меня с обратной стороны надет то есть вот таким вот образом здесь это при желании можете подрезать в принципе как по мне достаточно даже интересно она смотрится то что немножко торчит с наконечника соответственно пряжа то есть вот у меня получилось вот таким вот образом то есть фиксатор наконечник опять же какого цвета вы себе это все выберите это чисто на ваше усмотрение соответственно при желании вы даже здесь просто можете завязать на узелок и наконечник не цеплять то есть декор это личное дело каждого и так далее что необходимо будет сделать это соответственно вот здесь вот провязать планочку планочку я буду вязать крючочком у меня это троечку я возьму крючок не особо толстый то есть и соответственно начинаю вязать с пряжи основного цвета которым я вязала то есть первый ряд я буду обвязывать полустолбиками с накидом то сейчас я букле здесь провяжу и покажу вам без букле как это будет выглядеть то есть полустолбик с накидом делаю накид вот сюда вот в эту в крайнюю вот эту вот петельку я завожу крючочек и провязываю сразу соответственно петельку с накидом то есть еще раз делаю накид сюда завожу крючочек в эту петельку боковую и далее я не провязываю соответственно вот вот так вот не делаю а сразу провязываю вот таким вот образом так я буду обвязывать соответственно до конца вот этой вот планки почему я обвязываю первый ряд полустолбиками с накидами потому что эти полустолбики с накидом они достаточно хорошо подтягиваются то есть далее я если буду вязать просто то есть вот у меня получается вот таким вот образом то есть здесь ничего не подтягивается у меня ничего не тянет по такому же принципу я вот вижу далее здесь соответственно я в каждую петельку делаю полустолбики с накидом сильно не затягиваем процессе работы потому что если вы сильно затянете то соответственно вас полотно может получиться стянутым а планочка не нужно ее делать стянутой планку эту то есть вот я обвязала соответственно вот у меня пошел здесь уже участок и здесь я дошла до соответственно да вот этой планки которую вязали с букле с помощью вот этой вот обвязки мы закрываем вот эту вот дырку которая вот здесь вот образовалась то есть я буду обвязывать вот этот участок работы то есть я буду брать одну вот эту вот петельку от букле вторую сюда нить я завожу и вот так вот вместе провязываю здесь тоже самое букле сюда петельку и провязываю то есть таким образом не с помощью этой обвязки я соединяю этих две части получается чтобы не было вот этой боковой дырочки соответственно потом когда уже эта планка будет связано будем вязать планку по другой стороне обязательно не забывайте о том что у вас количество петель с первой и второй планки должны быть одинаковые то есть перед вязанием 2 вот этой планочки нужно будет посчитать количество вот здесь вот петелек и соответственно связать точно такое же количество на обратной стороне то есть ниточки это все мы потом в процессе уже в конце работы уберем вот я провязала первый ряд то есть обвязала вот здесь вот и теперь я буду вязать второй ряд данной планки так как это у нас получается на правая вот эта половинка то есть по ней будут идти петельки соответственно для вывязывания петелек нужно взять пуговицы я взяла пуговки то есть у меня вот пуговки подобраны в тон основного и основной пряжи то есть вот таким вот образом они будут выглядеть и теперь я буду делать петельку то есть каким образом я это делаю так здесь еще с края можно сделать один полустолбик с накидом чтобы все было хорошо разворачиваю полотно делаю одну воздушную петлю для подъема соответственно далее я провязываю без столбики без накида то есть вот таким вот образом я провязываю две петельки вот так вот я провязала две петли и далее я вижу три воздушные петли я думаю этого будет достаточно и через три петельки которые у нас соответственно предыдущего ряда я провязываю вот четвертую соответственно делаю столбик без накида то есть вот у меня получилось вот такая вот петелька я проверяю то есть да она хорошо застегивается нормально думаю если сделать две петли то он уже все таки будет маловато да лучше 3 оставить далее соответственно я смотрю так примерно на какую длину мне необходимо будет сделать здесь вот пуговички примерно я так думаю что я пуговички 4 буду здесь делать то есть соответственно вот я провязала первую петельку столбик без накида далее я делаю 2 3 4 5 5 столбик без накида делаю далее соответственно я делаю опять 3 воздушные петли вот 3 петельки воздушные сделал и через три столбика вот через три петельки предыдущего ряда в 4 я провязываю также столбик без накида и также как в предыдущем ряде соответственно я делаю 5 провязываю столбиков без накидов то есть это первое тоже считается 1 2 3 4 5 вот 5 столбиков без накида я провязала далее я делаю опять 3 воздушные петли вот 3 воздушные петли через 3 петельки предыдущего ряда в 4 я делаю столбик без накида опять делаю 5 столбиков 1 2 3 4 и 5 вот я провязала 5 столбиков без накида далее 3 воздушные петли и через три петельки предыдущего ряда я соответственно провязываю столбик без накида и дальше я уже просто провязываю в каждую предыдущую петельку по столбику без накида то есть дополнительную пуговицу я уже здесь делать не буду я думаю что вот этого здесь будет достаточно то есть вот у меня получается 4 пуговки в результате достаточно они близко друг другу находятся то есть промежутков между ними больших не будет соответственно дальше я вижу планку то есть одна воздушная петля для подъема и далее я до конца ряда провязываю просто столбики без накида в каждую предыдущую петлю вот провязала я соответственно я дошла до петельки сюда я просто провязываю 3 столбика без накида в петельку вот так вот у меня получилось далее я опять же по ходу работы я вижу столбики без накида то есть вот у меня получилось вот такая вот петелька достаточно аккуратненько на всякий случай еще раз проверяем то есть вот она застегивается расстегивается хорошо то есть заходит сюда это пуговичка и далее по такому принципу я делаю планку опять петелька то есть здесь будет три столбика без накида в петельку далее я вижу в каждую петельку столбик без накида вот каждую петельку вот таким вот образом у меня получилось все вот далее у меня опять вот здесь вот петелька под пуговичку то есть сюда я делаю три столбика без накида вот таким вот образом и соответственно опять в каждую петельку столбик без накида я провязываю вот я провязала три столбика с накидом без накида соответственно последнюю уже петельку и здесь два раза вот я провязала соответственно вот у меня получилось вот таким вот образом понятное дело что потом это еще здесь от париться немножечко будет более ровно далее я провяжу скорее всего еще два-три ряда то есть я посмотрю по ситуации сколько мне нужно будет просто столбиками без накида то есть как я провязала сейчас только что ряд только единственно что он будет уже идти в каждую петельку вот по столбик без накида то есть до конца я провяжу соответственно вот досюда потом в обратном направлении то есть чтобы у меня получилось планочка где-то вот вот такого вот вот такой ширины то есть я думаю что еще рядочка три нужно будет провязать 23 то есть посмотрю там процессе работы то есть по такому же принципу я обвяжу и вторую планку соответственно который мне идет с обратной стороны вот она это здесь вот здесь естественно никаких петелек у меня не будет потому что здесь будут пришиваться пуговицы то есть планочку я сделаю такую же по ширине как и здесь я был я вот вязала то есть первый ряд это у меня пойдут вот самый начальный ряд полустолбики с накидом вот здесь вот а далее просто буду вязать столбиками без накида вот как я здесь вам показывала как я обвязывала только единственно обязательно напоминаю еще раз количество петель на первой планке должно соответствовать количество петель на второй планке потому что если вы этот момент не учтете у вас может получиться такая ситуация что у вас одна планка может оказаться длиннее 2 и это будет не очень хорошо и красиво смотреться то есть таким образом я обвяжу уже за кадром обе эти планочки покажу вам что у меня какой результат получился так за кадром я довязала планочку то есть вот у меня получилось планочка соответственно с петельками я провязала еще два ряда после того после того ряда что я вам показывала дополнительных я провязала еще 2 ряда вот у меня получилось планка в принципе нормальной средней ширины не очень широкая то есть вот таким вот образом она будет выглядеть с другой стороны соответственно я вот связала планочку под пуговки то есть вот здесь вот у меня будут пришиваться вот таким вот образом пуговки кто естественно как я вам сказала количество петель в 1 2 планочки должно совпадать чтобы они у вас соответственно получились одинаковые подвину не то есть вот как у меня получилось одинаковые они эти планочки и так остался у нас с вами заключительный вот этап это соответственно необходимо убрать все ниточки которые торчат далее необходимо пришить пуговки кому нравится например вы можете еще пришить какую-нибудь бирочку ханэмэйт ручная работа то есть это уже чисто на ваше усмотрение как я уже говорила декор на усмотрение человека кто делает и уже получается что капор будет готов то есть я это все сделаю за кадром и покажу вам результат что у меня уже окончательно получили за кадром я доделала уже данный капор капюшон то есть вот он у меня получился вот таким вот образом достаточно интересный макушка вот у нас закруглена вот здесь вот то есть здесь я внутри соответственно ничего не зашивала то есть просто это вывязывалась процессе работы все вы видели соответственно я пришила 4 пуговички самом низу я специально не стала делать пуговку так как она в принципе здесь не особо нужно то есть и пуговки застегиваются все очень хорошо застегиваются опять же пуговицы вы можете выбирать по своему усмотрению мне очень нравятся варианты когда пуговицы идут контрастные то есть это тоже иногда очень хорошо смотрится то есть вы уже сами смог выбираете что вам надо то есть соответственно здесь вот фиксаторы что тоже очень удобно при желании можно сделать подтянуть более плотненько ход ног от себя хочу сказать что данный капюшон он получился небольшого размера то есть как раз он по голове я бы так даже сказала то есть ничего не поддувает все очень даже в нем получилось замечательно значит ширина данного капюшон вместе с обвязкой вот 10 получается 25 сантиметров длина данного капюшон чека у меня получилось тоже почти 25 сантиметров где-то 2 но около 25 сантиметров и всего у меня получилось длина вместе с манишкой с воротником и с капюшончиком где-то 47 сантиметров то есть это длина всего изделия то есть вот таким вот образом он выглядит очень интересно нарядно то есть процессе выполнения работы у меня остался вот буквально вот такой вот маленький маленький моточек пряжи то есть он у меня уже просто остался у вас если мало ли вдруг останется такой моточек пряжи при желании можно обвязать по краю манишки но это опять же уже чисто на ваше усмотрение соответственно что вам нравится ну а так капор получился достаточно интересным и красивым все вам покажу капюшончик то есть вот капюшон если его снимать он выглядит вот таким вот образом то есть закругленный красивый получился капюшончик вот такой вот у меня получился этот капор с лицевой стороны соответственно при желании все декоры вы можете подбирать на у свое на свое усмотрение это у меня уже капор видео мк на 3 капор у меня еще есть бежевый капор капюшон с манишкой и с воротником стойкой то есть и и синий капор капюшон то есть на все эти капоры я оставлю ссылочки у него описание к данному видео с покажу вам фото чтобы вы могли на них посмотреть при желании вы сможете ознакомиться с данными видео мк соответственно дополнительно и так кому понравилось видео обязательно ставим лайк подписываемся на мой канал чтобы не пропускать дальнейшем интересную и полезную информацию смотрим фото соответственно который я еще оставлю в конце данного видео до новых встреч а Продолжение следует...